Память сердца, ты сильней Рассудка памяти печальной И часто сладостью своей Меня в стране Ну что, так мы эти закрылы, как здоровиться? Чай получше уже, ворона проклятущая, а как тебя подрала? И чего не поделили, чтоб ей пусто было? Ну ничего, поклемаешься небось, отдохнешь немного умнее, да и полетишь расправить крылья Водитель тебе свежемылила, зернышек насыпала, ешь и набирайся сил Твое дело отдыхать, а мое работать У ключницы дел столько, что за день не переделать Девки дворовые нынче ленивые стали, без тучков да окриков и не пошевелятся Барин наш, Григорий Иванович, мужик не злопный, но любит, чтоб порядок был во всем Не сладко ему без барыни приходится Почитаешь семь годков, как приставилась бедная Но дочь, что барин, прилежно воспитывает Хоть и балует, все проказы ей прощает А еще слышно, вздумал он на английский манер хозяйство свое вести И сад у нас английский, и конюхива одежи заморской И еще эта мисс Жаксон, гувернантка Елизаветы Григорьевны Та еще холера, сухарь в юбке Лицо себе белилами намажет, что твоя сметана Брови на басурманит, жуть А ходит, словно кочергу проглотила И баба статуя какую-то Yes, yes, no, no, I do, do Чего прости, господи Нет, по мне так наши девки во сто раз краше, чем ихние Наши веселые, румяные, живые и с чертяками в глазах Ну ладно, разболтался чего-то с тобой Пора уже, заря занимается Благослови, господи, на труды ратные Спаси и сохрани КОНЕЦ Елизавета Григорьевна, звались? Елизавета Григорьевна, вы где? Оказалось, что ли? О, где тебя ночь? Надя! Елизавета Григорьевна, ну не стыдно вам? Все дурачьтесь, все балуете, как малое дитя Когда же вы уже остепенитесь, а? Скучно, Настя, так скучно, что ей жить не хочется Тогда давайте одеваться Глядишь, и веселее станет Папенька ваш по саду гуляет С садовником о чем-то громко спорит Ненила самовар растопила Овсянку приготовила В гостиной завтрак скоро подадут А вы, Елизавета Григорьевна, все спите Овсянку надоело, скучно А слыхали новость? К соседу нашему сын приехал, Алексей Учебу закончил и приехал Сказывают, красавец С усами С усами, с усами И что тут такого? Отцы наши в ссоре И нам не познакомиться Да Правда ваша А позвольте мне сегодня пойти в гости Изволь А куда? От как раз в Тугилова Поварова жена у них именинница И звала нас всех отобедать Вот Господа в ссоре А слуги друг друга угощают А нам какое дело да господ К тому же я ваша, а не папенькина Вы ведь не пронились еще с молодым Берестовым А старики пускай себе дерутся Колем это весело Постарайся, Настя, увидеть Алексея Берестова Да и расскажи мне хорошенько Каков он с собой и что он за человек Постараюсь, Елизавета Григорьевна А вы постарайтесь не случайно без меня Примерьте вот новую шляпку для прогулки Хорошо Или может вон та больше понравится Ах и накормила у Террия Как на масленицу Боюсь, чай в меня уже не войдет Хорошо на воздух вышли В доме уже совсем жарко стало Да, славный денек выдался Солнечный Вишь, как молодежь веселится В гарелке бегают А ты че не будешь? Ну, не мило Да не люблю я гарелки Эх, засидишься ты в девках Молодой А любишь? Люблю Девочки купишь Куплю Прощай, Елизавета Я помогаю тебе Старайтесь, лететь Купи Кушайте блажманже Гости дорогие Блажманже Мой Ваня Как я самого Марина готовил Ты не верно говоришь, Лукерин Правильно говорить бланманже А не блажманже Хочешь, сердчай, Егоровна А по мне Так блажманже красивше Нашему бы барину такого повара Может, и нам что-нибудь перепало А то он всех заморил овсянкой И господ, и дворовых После кончины барине Наш барин на английскую моду свихнулся Обвинял, что ли? Повез не от бедности Повез для здоровья полезно Лошадям оно полезно Глянь-ка Молодой барин Прискакались Чтобы не погасло Сроду такого не видела Чтобы барин И с дворовыми В горелки играл Да они у нас чистый огонь А погода-то портится Кажись, дождь тут начинается Айда, бабаньки, обратно в дом Пошли 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 Элизабет Вы где? Элизабет Мисс Бетси Пора начинать урок Мисс Жаксен Что там? Мне сегодня не здоровиться Может, отложим урок? На потом? Урок Не можно лежать на потом Ну, хорошо Гуд Я не стать сегодня мучить вас с альфеджио Я говорить о здоровье Говорить о манерах Естердей Вы мало дышать воздухом Вы сидеть дома И долго спать Вы забывать наше правило Говорим Вместе «Early to bed and early to rise Make some men healthy, wealthy and wise» Мисс Жаксен Вчера была плохая погода И мне совсем не хотелось гулять Гуд Соу би Этот еще не так страшный Рисенли Вы ходить с дворовыми девками на пруд А не купаться Вы сидеть на солнце Это есть плохо Вы не надеть шляпку Вы гореть от солнца Бетти хотеть похожа на чернавка Хожу гулять плохо Не хожу гулять тоже плохо Леди должна гулять в шляпках С другими леди Леди иметь white face И никаких Как на пушке Надо white face Как у вас? Yes Хорошо, мисс Жаксен Я все поняла Wonderful Ну, идите отдохнать, Элизабет Вечернеет уже Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Настя, ну, наконец-то! Виделось Белесову? Виделось, Елизавета Григорьевна. Нагляделась довольно. Целый день были вместе. Как это? Садись! Расскажи по порядку. Извольтесь. Пошли мы. Я, Анисия Егоровна, Нинила, Дулька. Хорошо, знаю. Ну, потом... Погодитесь. Вот, пришли мы к самому обеду. Комната полна была народу. Были Колбинские, Захаревские, Прекачица с дочерни, Хлупинские. Ну, обедись там. Погодитесь. Вот, сели мы за стол. Прекачица на первом месте. Я подлин ее. А дочери надулись, да мне наплевать на них. Ах, Настя, как ты скучна С вечными своими подробностями. Да как же вы нетерпеливы. Ну вот, вышли мы из-за стола. Осидели мы часа три. На обед был славный. Пирожное блан-монжи. Синяя, красная, полосатая. Вот, вышли мы из-за стола И пошли в сад играть в горелки. А молодой барин тут и явился. Ну что ж, правда ли, Что он так хорош собой? Удивительно хорош. Красавец, можно сказать. Стройный, высокий, румянец во всю щеку. Право. А я так думала, что у него лицо бледное. Что ж, каков он тебе показался? Печален, задумчив. Что вы? Да я такого бешеного Я и сроду не видывала. Уздумала с нами в горелки бегать. С вами в горелки бегать невозможно. Очень невозможно. Да что еще выдумал? Поймает и нацеловать. Воля твоя, Настя, ты врешь. Воля ваша, не вру. Я на силу от него отделалась. Целый день с нами так и провозился. Это удивительно. А что в доме про него слышно? Барин, скажут, прекрасный. Такой добрый, такой веселый. Как бы мне хотелось его видеть. Да что же тут мудреного? Тугилова от нас недалеко, всего три версты. Пойдите гуляй в ту сторону, ну или поезжайте вверху. Вы верно встретите его. Он же всякий день рано по утру с ружьем на охоту ходит. Да нет, нехорошо. Он может подумать, что я за него гоняюсь. К тому же отцы наши в ссоре. И нам не познакомиться. Ах, Настя, знаешь ли что? Наряжусь я крестьянкою. И в самом деле наденьте толстую рубаху, сарафан. Да и ступайте смело к Тугилову. Ручаюсь вам, что Берестов вас не прозевает. А по здешнему оговорить умею прекрасно. Ах, Настя, милая Настя, какая славная выдумка. Можно идти, скоро ужин. Ох, ну и вечерок сегодня выдался. Слышь меня, птаха. За ужином барин с дочерью своей разругались пух и прах. А с чего началось-то? Барин говорит, пригласила я завтрак полудня урочена с женой дочерьми. Отобедать в крокер поиграть. Вот уж говорит, поболтайте и поспетничайте о женихах. Тут барышня возьми и ляпни. Какие ему у нас, папенька, женихи? Вот разве что к соседу сын приехал. Говорят, разные науки в университете изучал. Тут барина и понесло. Это к Берестову, что ли? А помнись, голубушка, или ты забыла? Иван Петрович враг мне, мне ведь и провинциал. А Лиза за свое сосед ведь. А барин грозно так. Со своим обедом не хожу по соседям. Больно горд соседушка, за дурака меня держит. Нет ни его, ни сына его сдать не желаю. Тут барышня избрыкнула, посудой брякнула и за стола выскочила. А следом и барин кулаком по столу и вон вышел. Вот тебе и ужин, ядрёна Матрёна. Одна эта мисс Жаксон за столом сидит. Смотрю, она глаза-то выпучила, баргает и кусок свой проглотить никак не может. Я аж перепугалась. А не то, как задохнется у нас тут. А качулица у нас тут англичанка противная. Это ж скандал международный. Но обошлось. Ненила самоваром как раз заходила. Она долго не думала. Да у англичанки промеж лопаток ручища свои. Да сразу я жила. Да, крепко не любит барин, когда обилистых разговор заходит. Ну ладно, пора и на боковую. Утро вечера мудренее. Элизабет, какой плохой манер бы показать вчера за ужин? Шуметь, прыгать из-за стол. Так нельзя. Григорий Иванович стал многосердитым. Вы его рассердите. Это он меня рассердил. Уперся, как бык. Береста враг, береста враг. Знать не желают таких соседей. О, вы в России очень эмоциональны. Вы все рубить с плечо. Сдержанность учиться надо. И аккуратность. Хорошо, Мир Жаксон. Обещаю, простите, пожалуйста. Только я отказываюсь понимать эту вражду между соседями. Ес, так бывает. У Шекспира есть про такое написано. Там тоже соседи сильно не любить друг друга. А их дети сильно любить друг друга. Ой, Мир Жаксон, вы мне расскажите историю? Как она называется? Ромео и Джульетта. Но там плохо кончится. Грустно все. Жалко. Но все равно расскажете? Хорошо. Я вам почитаю. Но если вы будете помнить про хорошие манеры... Хорошо, Мир Жаксон. Обещаю. Барышня, вот вы где. А вас папенька ищет. Видеть хочет немедленно. Идите, Элизабет. И не забудь просить прощения за вчера. Хорошо, Мир Жаксон. Только папенька меня мы и так уже простил. Он у меня отходчивый. Как там было у Шекспира? Две равно уважаемых семьи В Вероне, где встречают нас события, Ведут междоусобные бои И не хотят унять кровопролития. И не хотят унять кровопролития. Друг друга любят дети главарей, Но им судьба подстраивает кознь. И гибель их у гробовых дверей Кладет конец непримиримой розы. Какой сюжет, какие страсти. Браво, Шекспир. Может быть, еще рано это читать? Григорий Иванович вдруг засердится. Хотя, Элизабет правду говорит. Он человек отходный. Совсем не капулейте. Григорий Иванович. И зачем этой нашей барышне Крестьянке сарафан понадобится? Да еще и поскорее. Вот, поди разберите, господ. Понюхом одежку ангельскую справили. Полодею Иванович тоже. А себе сарафан. Не пойму. А и не наше это дело понимать. Вели ли сарафан с рубахой? Ши сарафан. Велят пальто для коня. Будешь шить пальто. Зачем? Коню, пальто? Или что? Это такая ангельская мода? Дуня. У них там и кони одетые ходят. Много болтаешь? Сошлю в чернавке. Ой, что-то как-то скучно, девоньки. Маш, запевай. Во саду ли в огороде девица гуляла? Невеличка, круглоличка, румяная личка. За ней ходит, за ней бродит удалой молодчик. Он и звал красную девицу, сыр-бор погруз дочки. Я пойду, пойду с тобою, ножки приустанут. Заложи, милой, карету, я сяду, поеду. Если любишь, так и купишь золото колечко. Золото твое колечко, я прижму к сердечку. Во саду ли в огороде девица гуляла? Невеличка, круглоличка, румяная личка. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ты лучи, но я дочь Василия Кузнеца. Иду по грибы, а ты, барин, тугиловский, что ли? Так точно, я коммертина молодого барина. А лжешь, не на дуру напал. Вижу, что ты сам барин. Почему же ты так думаешь? Да по всему. Однако же. Да как же, барин, нас услугой не распознать? И одет-то не так, и баешь иначе. И собаку-то кличишь не по-нашему. Послушай. И если вы хотите, чтобы мы были вперед приятелями, то не забудьте забываться. Кто тебя научил этой премудрости? Уж не Настенька ли? Знакомая моя. Не девушка ли барышни вашей? Вот какими путями распространяется просвещение. А что думаешь, разве я на барском дворе никогда не бываю? Не пусть его наслышалась и нагляделась. Однако, болтая с тобой, грибов не наберешь. Иди к этой барин в сторону, а я в другую. Прощения просим. Как тебя зовут, душа моя? Акулиной. Да пустишь, барин. Ну, мой друг Акулина, я непременно буду в гости к твоему батюшке, к Василию Кузнецу. Что ты? Ради Христа не приходи. Ко ли дома узнаешь, что я с барином в роще наедине болтала, то мне беда будет. Отец мой прибьет меня до смерти. Но я хочу опять с тобой видеться. Ну, я когда-нибудь опять-то приду за грибами. Когда же? Да хоть завтра. Милая Акулина, расцеловал бы тебя. Да не смею. Так, завтра в это же время. Не правда ли? Да-да. И ты не обманешь меня? Не обману. Побожись. Ну, вот тебе святая пятница. Приду. Ой, не говори, Егор. Завод не в проворот. Только сливай, поворачивайся. Масло возьмешь моего? Свеженькое взбило. Спасибо, Лукель, я возьму. Маслице у тебя лучшее в округе. Что свежее, что топленое. Высший сорт. Скажешь тоже. У нас-то не то, что у вас. Куды нам по-английски разоряться. Были бы мы хоть по-русски сыты. Ой, не вредничай. Опять ты своего барина слова повторяешь. Он у нас суровый. Я его прям побаиваюсь. А он сюда не придет? А барин с позаранку на охоту умчал. На зайца, с собаками. Не скоро еще будем. Вот и наш. На коня вскочил и на прогулку отправился. А что, молодой барин? Ты говорила, что гусар мечтал идти. Да Иван Петрович не разрешал. Да, гневался шибко. Но уже месяц, как все тихо. Алексей Иванович больше об этом не заговаривает. Послушались родители. Видно и правильно. Гусары нынче не те. Одни гулянки для муры. Твоя, правда, Лукерия. Не те. Глянь-ка, Анисия. Вот чудеса. Наш барин с охоты возвращается. И не один с вашим вместе. А может, наш вашего в плен взял? Ой, что это у нашего? Нога перемотана. Покалечился никак. Так, побегу я, Лукерия. Нероден час увидит мне Григорий Иванович. Нехорошо это. Масло не забудь. Вон, на сундучке. Пойду гляну, чего случилось. Я помню голос милых слов. Я помню очи голубые. Я помню локоны золотые. Небрежно вьющихся волосов. Моей пастушке несравненной. Я помню весь наряд простой. И образ милый, незабвенный. Повсюду странствует со мной. С добрым утром, Варин. Как почевалась? Худо я почевал, милая Кулина. Ой, как худо. А вчера, вовсе, было не больно. Почему ты не пришла? Прощение бросим. Вчера был Петропавлодень. Так отец мой запил. Пришлось мне за малыми братишками присматривать. У тебя есть братья. Или послала бы кого посмышление. Ко мне записку. Я бы не мучился. Сразу приюте тебе бы отписал. А я, Барин, дура безграмотная. И, есть с чем сокрушаться. Да если хочешь, я тут час выручусь в грамоте. Ой, Барин, неужто взаправду? Боюсь не одолеть в нем. Ну, а чего не попытался? Уж я бы хотела поскорее выучиться писать. Изволь, милая, начнем прямо сейчас. Вот это буква АЗ. Говорится А. Попробуй. Ой, Барин, да вы что? У меня никогда такая же буквица не получится. Смирнее, а я тебе помогу. Ну вот. А ты говорила, не получится. Но эта буквица совсем простая была. Да вот тебе и вторая буквица. Буки. Говорится Б. Б. Давай попробуем рочитать. Б. 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 А. Б. А. Баба. Что за чудо? Да у нас лечение идет лучше, чем полонкация в системе. Скоро мы сможем писать у другого письма. Ой, Барин, мне пора. А то заругают. Еще грибов набрать надо. Милая Акулина, они не заругают. Я пока не ждал тебя, набрал тебе грибов. Я бы не очень смыслил. Но зато как много. От чистого сердца. Спасибо. Вышла новость. Барин наш с соседом Берестовым помирился. Как же это быть не может. Вот тебе крест помирился. Берестовым нашего барина спас. Из леса привез, ногу полечил. От беда на корме готовы доставил. Теперь Григорий Иванович в ответ К себе приглашает Берестовых. Завтра прибудет к обеду. Вот это новость так новость. Кому скажешь, не поверю. Ну, вы чего здесь собрались? Шушукаетесь. Дел нет. Так, Ненила, давай-ка беги на погреб. Повар сказал Солонийный, принесь сюда вина белого. Дунька, а ты салфетки лучшие приготовь. Скатерти новые, но те, что с вензелями. Василию накажи, пущай портьеры снять поможет. Да, новые повесить. Федор, колымагу свою на задний двор тащи. Убирай с глаз долой, весь вид портит. Да цветы свежие нарежь, в вазу поставим. Кто-нибудь видел Кроньку? Где его черти носят? О, Василий! Василий! Ой, беда! Ой, пропали! Со стыда горит Елизавете Григорьевне завтра. Раскроется тайна по делу. Они что? Она даже не выйдет к Берестовым. Скажется, больной или капризной. Григорий Иванович, конечно, будет недоволен. Еще и Мир Жаксона посляет, читает хорошенько. Ох уж это Мир Жаксон. Сухарь рыбки. На голове не лицо, а маска. Маска. Маска! Настя, да ты ж просто умница. Намажем барышне лицо так же, как и Мир Жаксон. Букли накрутим, голос изменим. Это ж получше сарафана будет. Ну, тут и родная маменька не узнает. Или папенька. Барышня! Вы спасены! Ты был, парень, к вечеру наших господ? Какова тебе показалась барышня? Да я ее по-прежнему не заметил. Жаль. Пошли же. А потому, что я хотела спросить у тебя, правда ли говорят... Что говорят? Правда ли говорят, будто я на барышню похожа. Какой вздор. Да ваша барышня тебе и в подметке не годится. Барень, грех тебе это говорит. Барышня такая беленькая, такая щеколиха. Куда мне с ней равняться? Беленькая? Да на ее физиономии белила на вершок едва не осыпается. Брови чернит, видно своих не имеет. А уж говорит... Прости меня, господи. И что же говорит? Обожаю военных. Вам пойдет мундир к усам. Тьфу! Одно же масло и глупость. Глупость? Да в чем же ты глупость увидал? Во всем. Что не скажут, все глупо. Даже по-английски. Век бы не видать. Неужто? Больше не поедешь в Прилучино? Никогда. Значит, не приглянулась тебе наша барышня. Ты во сто раз краше. А курьер, куда же ты? Постой, простей же ли никто сказал? Да бог слышит и барышня. Милая моя Акулина, Батюшка мой велик жениться на барышне вашей, Елизавете Григорьевне. Грозится проклясть меня и лишить наследство, Ежели я слушаюсь. И дал мне три дня на размышления. Но я понял, что люблю тебя. Так люблю, что не представляю более жизни своей без тебя. И готов хоть сейчас просить твоей руки у отца твоего, Василия. Милая моя, родная, Мы будем жить с тобой душа в душу, Своими трудами. Я буду очень стараться, Чтобы ты была довольна мной и счастлива. Акулина, Я предлагаю тебе мою руку и сердце. Спасибо за субботник за субботник. Игорь, Не-мила, а что, папенька еще не возвращался? Нет, барышня, пока. Пойди поставь самовар, чайку хочется с ватрушками или липовым метком. Может, и папенька как раз подоспеет. Барышня, вам письмо очередное. Дома ли, Григорий Иванович? Никак нет. Григорий Иванович с утра изволил выехать. Вот досада. А барышня, как я понимаю, дома? Да-с. Акулина! Акулина, душа моя! Меня зовут Лиза. Акулина, счастье мое! Оставьте же меня, сударь, вы с ума сошли! Чай-то подавать, бедные господа! Акулина, Лизонька, во всех ты, душенька, в нарядах хороша. Ну вот, значит, и никто никак в толк не возьмет, что сие значит. Про что весь сыр-бор? Барышня по комнате бегает из угла в угол. Барин соседский след за ней на коленях ползает. Акулина кличет, в любви признается. Я как умом тронулся. Светопредставление прям какое-то, ни дать, ни взять. Думаю, надо спасать барышню. Кинулась Сене за дворецким. А тут и Григорий Иванович навстречу. Вернулись. Только глянул на меня и бегом в гостиную. А оттуда уж слышу. Ага, да у вас дело уже, кажется, совсем уж слажено. Заглядываю осторожно в комнату. А там Берестов и Лиза. Оба на коленях стоят, за руки держатся. У папеньки благословения просят. Мол, давно уже любим друг друга. Иван Григорьевич обрадовался. Кинулся в боковые покои. Прислуга в рассыпную. Потом вернулся с образом Христа. Высоко так поднял и сказал. Господь с вами, дедушки мои родимые. Будьте счастливы. Любите друг друга. Торжественно перекрестил. Вот тебе и попили, щенку, ядрёна матрёна. И при чём здесь акулина какая-то? Ну, хорошо, что всё хорошо. Все счастливы и довольны. Соседи и помирились, и породнились. Будут теперь жить в ладу. Вот и тебе, птаха моя, пора на волюшку. Песни петь, да гнёзда ведь. Раны твои затянулись. Летай под небушком и не попадайся больше злым воронам. Спаси и сохрани, Господи, молодых. Благослови, Господи, Россию, матушку. Благослови, Господи, Господи... ... КОНЕЦ